К 2026 году США планируют разместить в Германии дальнобойное оружие. Речь идёт о крылатых ракетах «Тамагавк», зенитных СМ-6 и гиберзвуковом оружии, говорится в совместном американо-германском заявлении. Развертывание американского вооружения в Германии канцлер Олаф Шольц назвал фактором сдерживания и предотвращения войны. Мы всегда думаем о безопасности нашей страны и Североатлантического альянса. Это подразумевает то, что необходимо быть достаточно сильными, тратить достаточно и делать правильные вещи. Сюда входит, конечно, ПВО и возможность сдерживания. В Кремле на решение Вашингтона и Берлина развернуть американское дальнобойное оружие в Германии отреагировали ожидаемо агрессивно. Заместитель министра иностранных дел Федерации Рябков заявил, что Москва будет вырабатывать военный ответ на такие действия. А пресс-секретарь Путина Песков пообещал нацелить российские дальнобойные ракеты на европейские столицы. Страны НАТО и Евросоюза активно работают над укреплением обороноспособности и наращивают военную помощь Украине. Россия организует диверсии, кампании по дезинформации и даже убийства. Телеканал CNN сообщил о попытке покушения на главу крупного немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Благодаря совместным действиям американских и немецких спецслужб это убийство удалось предотвратить. По информации источников CNN, покушение на Паппергера было частью плана Москвы по ликвидации руководителей оборонных предприятий, которые производят вооружение для Киева. Мы же знаем эти ситуации, которые были и с тем, кто продавал нам оружие в Болгарии, и с подрывом предприятий в Чехии и в той же Болгарии. И разоблачение семьи легендированных разведчиков Российской Федерации, которые создали фирму в Чехии и, используя ее возможности, следили за развитием ситуации вокруг передачи вооружений в Украине, а потом, возможно, причастны к подрывам этих складов. НАТО готовит программы противодействия гибридным угрозам России и других стран, заявил госсекретарь США на саммите Альянса в Вашингтоне. Поджоги, диверсии, попытки убийства, дезинформация, кибератаки – все это действия Москвы, по мнению Энтони Блинкина, направлены на подрыв безопасности и сплоченности Альянса. В итоговом коммунике Вашингтонского саммита НАТО говорится, что гибридные операции против членов блока могут достичь уровня, при котором Брюссель применит пятую статью Североатлантического договора. Андрей Дмитренко для телеканала «Фрида». Продолжение следует...